Здравствуйте! В эфире телеканал ЭТОН-ТВ, программа «Чёрным по белому». В студии ведущий Александр Гурарье и на связь с нашей студией историк-политтехнолог Давид Идельман. Давид, добрый вечер! Добрый вечер! Поговорим мы сегодня о святых людях. В данном случае слово «святой» я беру в строгие жесткие кавычки, потому что это люди, которые пытались казаться святыми, это люди, которых считали практически святыми, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это люди с криминальными наклонностями, и ими сейчас занимаются правоохранительные органы. Сегодня мы начнем с Равина Элейзера Берланда. Очень известный человек, известный в ультрарелигиозной среде, и не только. И вот сейчас этот человек оказался под следствием. Итак, Давид, с чего начал свое восхождение Равин Давид Элейзер Берланд? Я просто хочу напомнить, что это у нас вторая программа этого условного цикла. Первая у нас была посвящена такому праведнику, как Иудам Ашизаав. Которая обвиняется во многих финансовых нарушениях. Давид, я прошу прощения, чуть-чуть отодвиньтесь от камеры. Сексуальных домогательств, развратных действиях и так далее. Поэтому это у нас будет уже вторая программа, посвященная таким святым людям. И вот сегодня мы будем говорить об Элейзере Берланде. Элейзер Берланд – очень интересная фигура, Равин, которому 83 года. Сейчас он находится не просто под следствием, а за решеткой. То есть даже если новые обвинения не будут подтверждены, то по старым обвинениям он стопроцентно получает срок. Там уже все закончено. И надо сказать, что он находится за решеткой уже не первый раз. Это такой святой рецидивист. Равин рецидивист. Да, святой рецидивист. Ему сейчас 83 года. Он один из лидеров секты внутри направления браславских хатидов. Браславские хатиды – это именно те хатиды, которые ежегодно отправляются на могилу Рабинахмана из Браслова в Умань. Вот эти вот ежегодные паломничества. И этот Равин в этой общине, которая среди других хатидим считается такой вот общиной фриков. А он возглавляет такой вот, ну, одно из самых таких вот радикальных общин. То есть это как, знаете, у Бабеля Менделькрик был этот Грубиян, и даже среди браславских хатидов, и вообще среди хатидских общин считается не очень адекватным. Ему это, смотрите, его община очень интересная. Обычно в хатидских общинах Рав – это тот, кто унаследовал престол от своего отца, от своего деда, от своего дяди. Ну, как правило, эти в хатидских общинах хатидские дворы потеряются по наследству. Но Бабель Мендель – это совсем не тот случай. Это человек, который пришел в хатидскую общину и достиг всего сам, ну, плюс выгодное жених. В 17 лет ему было, когда он сблизился с ультра-экодоксальными кругами и начал делать свою религиозную карьеру. В очень скором времени он понял, что среди чужих структур он никак не сможет прорасти, поэтому он решил, что надо создавать свое. И он создал собственную Ешиву Шубаниль, которая находилась в Иерусалиме, в центре Иерусалима. И имел огромное количество последователей, сторонников, среди которых он пользуется непререкаемым атактетом. Тут надо сказать, что Равин Берлин действительно очень харизматический лидер, который умеет манипулировать своими сторонниками и умеет добиваться своего. И для своих сторонников это величайший Равин, величайший маг, вообще чудотворец, святой человек и для некоторых живой воплощенный бог. Так вот, он очень быстро начал свою карьеру и он отличался каким-то особо радикальным. Причем эта радикальность была во многих вопросах. Ну, например, он запустил в Харидин и Милис свою полицию нравов, за что сегодня есть новые обвинения, которые обвиняют его в убийствах, в координации убийств. Ну да, если предыдущие, так сказать, статьи, по которым он осужден, это такое мошенничество там и так далее, ну, как говорится, извините за такое, ничего страшного, да, ну, подумаешь, мошенничество, то сейчас речь идет уже о более серьезных преступлениях, а именно об убийствах. Так вот, он запустил свою полицию нравов, которая, во всяком случае, допустим, преследовала молодых людей, у которых была связь с замужними женщинами. И преследовала, избивала, похищала и так далее. И в том числе, вот, обвиняется в двух убийствах, именно при таких обстоятельствах, убийства Шитрита и Эдри Авраама Эдри. И цих Шитрита и Авраама Эдри. Так вот, но, в принципе, то, что секты достаточно радикально было известно давно. А начали они, ну, сначала было известно про арабов и палестинцев, то, что он объявлял своим сторонникам, что араб это как кошка. Его можно пристрелить, но только если никто не летит. Теперь, понятное дело, что стреляли они вообще редко, если и, но старались всяким образом навредить арабам, живущим в Восточном Иерусалиме. То есть, поджечь имущество, избить на улице и так далее. Понятно, что арабам Палестины вообще и арабам Восточного Иерусалима, но это как дополнительный предлог, хотя и предлога не нужно для того, чтобы устраивать свои беспорядки. И свои террористические акты в ответ на еврейский террор устраивать свои, со взрывами и со всеми прочими вещами. То есть, разогревал обстановку, во многом это его секта, но это им как-то прощалось, ну, какой-то ультаропатриотизм. Потом он дал разрешение преследовать арабов на шоссе, то есть устраивать всевозможные ДТП, такие погони с ударением в багажники и так далее. И это тоже делалось, и это тоже несколько раз уникали скандалы. Но этим дело не ограничилось. Он вообще вел достаточно такую радикальную политику внутри своей секты и был такой абсолютный хозяин в ней, что привело к тому, что в начале 2000-х годов его жена решила его изолировать от общего. Изолировать почему бы то не из-за того, что он обижал арабов или были какие-то радикальные высказывания. Есть аудиозапись, которая в том числе была у полиции, потом транслировалась. Прессия о том, что он, эта жена, сказал, что он что-то домогается слишком большого количества женщин внутри общины, и вообще рассматривает женщину общину как свой большой горем. Поэтому она его изолировала вместе с сыном. И он несколько лет был в таком домашнем заточении. Потом его сподвижники, они умудрились его украсть, вывести, но после этого он сказал, что, конечно, сына с внуком надо отстранить от руководства общины, но жене ничего плохого не делать и вообще их не преследовать. И переселился из Иерусалима Битар-Эли. И тот и продолжил свою святую деятельность, в результате которой где-то в 2011-2010 году начали массово поступать обвинения в сексуальных домогательствах, но уже со стороны старика, которому было заселиться. А в результате в 2013 году его решили арестовать. Он убежал и долгое время этот скрывался, приезжая из страны в страну. Причем страны он выбрал такие своеобразные, Марокко, Зимбабве. Ну и он путешествовал по африканскому клинику. В конечном итоге его арестовали в Нидерландах и экстрадировали в Израиль. Экстрадировали в Израиль, где, опять-таки учитывая строгость этой общины, ее закрытость, его обвинили как минимум по поводу четырех женщин. Он пошел навстречу правосудию и признал, чтобы с него сняли обвинения, безнасилования и оставили обвинения только в развратных действиях сексуальных, домогательствах и так далее. По израильским законам за серийные такие вещи он получил очень много. Он получил всего 18 месяцев, из которых отсидел 10. Ну потому что святой человек, старый, и так далее, из-за него очень много ХДД, тайствовали. Он вышел. Он вышел. И вот где-то конец 2018-го, начало 2019-го года, начался новый группа скандалов. По делам новым, которые, в принципе, входили в практики, которые у него были уже десятилетия, просто последние годы он совсем борзел. Да, и при этом я хочу отметить еще раз, что уважаемому Равину глубоко за 70. Просто вот, ай, молодца. Да, тут уже были преступления не столько сексуального характера, сколько мошенничества. Причем самое страшное и самое жуткое мошенничество, которое может быть. Что делал этот Равин? Равин делал следующие вещи. Он приезжал к людям, которые больные, обращался и обещал их восстановить. Ну, например, самое громкое дело, с которого все началось в начале 2019-го года. Женщины, которые сделали успешную операцию по удалению желез, операцию против рака, и после успешной операции должны были делать химиотерапию. Рав Берланд запретил делать химиотерапию и сказал, что ему надо заплатить 40 с чем-то тысяч, и тогда он будет давать специальные эти благословенные пилюли, и она выздоровеет. А давал он таблетки, ментоловые таблетки, как называемые. Кому-то он давал леденцы, кому-то он давал аспиринчик. Не важно же состав таблеток, важно благословение. Да, но такие вот благословения, которые выздоровели. То есть он запретил женщине после успешной операции и делать химиотерапию, потому что он ее вылечит только в 40 тысяч. Брал деньги, он в том числе из людей, у которых это вообще была смерть в мозгах. То есть восстановиться невозможно. Он говорил, платите, чем началом воскресить. Брал людей, которые находились в коме долгих годах. Ну-ка, приезжал к родственникам и требовал от них деньги. И родственники платили. И, понимаете, это получалась ситуация, когда, ну, человек видит, что у него умирает близкий. Он готов отдать себе все, что угодно. Или, после, я вижу его кушу и так далее. Когда некоторые родственники, у которых умерли, все-таки, ну, понятное дело, это люди, они говорили, надо вернуть, он говорит, нет, если вернуть деньги, то это плохо сказывается на его душе, которая оказалась в грубом мире. И вообще, вот эти вот отмазки, его последовательные, они, ну, вызывают какой-то там, когда были дела об изнасиловании, его, этот главный раввин его общины, Машедро Ассенани, который его наиболее вероятный преемник, он говорил, что Раф, Бергланд, это вообще не телесная сущность. В нашей общине нельзя даже смотреть на женщину. Но Раф – не телесная сущность. Раф состоит из одного духа. И поэтому, если он что-то совершает, то это не сексуальный действие. Это вообще чисто такие... Духовные действия. Это святым духом. Он это насиловал, да? А вообще-то... Ну, как... Есть про Григория Распутина, говорят о том, что, когда он этот... Ставил женщин колено в лодзевую позу, он говорил, что они в этот момент должны читать писал. И это род богослужений. А Бергланд, он еще промитал, вообще сам святой дух. Ну, собственно, в наших Палестинках это не первый случай. У нас даже, как известно, от Святого Духа рожали. Вот. И поэтому Раф Бергланд это вот чисто Святой Дух и ничего более этого. И поэтому вот это... Рассказывали про Берунда. Но... Мошенничество, преступление такого характера. И, наконец, сейчас обвинение в убийствах. Причем обвинение, которых он частично подпределил. Потому что, когда родственник жертвы сказал, ну, и там пропал многие годы, Бергланд сказал ему, сиди по нему шелук. То есть, ну, сиди по нему, как этот поминки, как упокойный. И, собственно говоря, это говорит нам только об одном. О том, что эти святые люди, то есть объявленные святые, рабины, духовинцы и так далее, это очень опасная вещь. То, от чего бы предупреждал евреев Рамбом, великий Роше, великий еврейский твое, известный нееврейскому миру, как маймонит. Он говорил о том, что если святость, которой маймонит, присутствующий только Богу, передавать на институции или на служителей, то это вот институализация Торы, и есть ее деградация, и это есть обесценивание. И это может быть самое плохое, что может случиться с нашим народом. Но это и случилось. Спасибо. Спасибо, Давид Эдельман, историк-политтехнолог. Мы продолжим эту тему, потому что, к сожалению, подобных экземпляров у нас достаточно много. Наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова